Добрый-добрый вечер! Столица Дерби! ЦСКА Спартак! Но борьба непосредственно на площадке должна быть интересной и содержательной. Сергей Гимаев и Дмитрий Фёдоров сегодня будут обеспечивать комментаторское сопровождение. Приём противники, что применил. Пошла силовая борьба с первых же секунд. Спартак в ЦАТАКОЙ! Это невероятный шанс был у Спартака для того, чтобы открыть счёт матча. Что сделать сегодня? Вот моменты у Вертаника. Киплот, трёхки исключения. Отличная передача! И не получается завершение так близок до кварталя к тому, чтобы открыть счёт в матче. В зоне армейцев упал, а Дмитрий молчал. И вот драка! И вот драка у нас в нейтральной зоне. Давайте смотреть! Давайте смотреть! Мы видим, что молодой Гуськов, крючок, решил сцепиться с Лектеря. Обмен ударами идёт. Гуськов упал на лёд, поднялся. Ну и вот теперь оба упали, арбитры должны вмешаться. Но она повторяет ключевые моменты этого боя. Это остатки было увеличим. То есть в самом начале чемпионата ЦСКА демонстрирует что-то невероятное при розыгрыше лишнего. Но в последнее время, не будем про последнее время, потому что Нестеров отличился. Мощнейший бросок от синей линии, и Танцк был бессилен. Отличный трафик, мы видим, возник перед воротами. И Танцк как-то неудачно поднял ловушку над головой. Пальмар может разделить успех вместе с Нестеровым, потому что он там помеху создавал. Спартака в большинстве. Сейчас Вердович ушёл на правый край. Светлаков присоединяется к партнёрам в полном составе армейцев. У Спартака тренеры рассчитывали на более уверенный результат в большинстве. Гол напрашивается, более моменты в первом, есть в втором. Надо работать. Вот ЦСКА здесь напоминают тренера. Корнаухов вылезает на ворота и добивается нарушений правил со стороны Красно-Бердова. Вот именно Никиту Соколова сейчас продавил Корнаухов. И Никите оставалось только заработать две минуты в этом игровом моменте. Передача на Григоренко. Подправление шайбы. Рядом со стойкой пролетело. Ещё раз, оттуда будет лучше видно. Да, здесь спасение Данска, как я и говорил, уже мне показалось. А мне не показалось, что он действительно клюшкой вытащил эту шайбу, казалось бы, неминуемо уже направлявшуюся в створку. Пустых ворот, но нет. ...оказывается у Слепышева. Слепышев готов стоять у борт сколько угодно, потому что его команда побеждает. 1-0. Вторая победа армейцев в дерби. Победа армейцев в дерби. Победа армейцев в дерби. ...святая победа армейцев в дерби.